Ну что, девочки, поехали. По каким критериям, как здесь? Давайте я буду говорить реально про Америку, потому что это реально имеет большое значение. Здесь другие мужчины, здесь другие приоритеты, здесь немножечко по-другому работают сайты. Не в смысле сам аппликейшн по-другому работает, а именно на что обращают внимание женщины, мужчины. Точно так же есть здесь и фейковые, точно так же здесь есть мужчины, которые ищут на короткое время, short-term, long-term, просто секс. В общем, это все здесь есть, это все присутствует. С чего начинать надо, девчонки? Ну, конечно, начинать надо с того, чтобы у вас была ваша готовность. Вот здесь готовность была, вот здесь готовность была. Как можно определить вашу готовность? Вы четко знаете, какого мужчину вы видите. Это не усы, борода, нос и размер чего-либо, да? Роста там, я не знаю. Это само собой, девочки. Это как-то оно у вас уже есть, шаблон уже есть. Но самое важное, что вы должны выстроить в себе, в себе вот просто вот в своей энергетике, в своей вселенной, в своем пространстве. Вы должны выстроить критерии, вот такая рамка критерий. И если бы эти критерии входят в большей степени, в большей степени входят туда, потому что вы видите, слышите, чувствуете, а мужчина, которого вы встретили, продолжайте дальше с ним общаться. Как вы можете это понять? Это не так. Ага, о, он это сказал, хорошо. О, он так ответил, отлично. И пошло-поехало, да? Я сейчас вам скажу, я сейчас вам скажу, что оно примерно так, если совсем по-детски. И поверхностно. Если немножечко глубже, девочки, то я вам скажу, что вы это чувствуете. У вас состояние комфортное. У вас нет какого-то сомнения. Но это и не эйфория. Это просто какое-то здесь тепло. Девочки, тепло, эйфория, влюбленность, пожалуйста, вы различайте. Потому что это реально две разные вещи. Это тот мужчина, до которого вы чувствуете, что вам хочется дотронуться, взять его за руку. Это я сейчас начну на такие мелочи обращать внимание, чтобы вы реально понимали, как это со мной работает. Я очень много слушаю. Когда я задаю вопросы мужчине, я смотрю, как он на его реакцию, в первую очередь, на мой вопрос, и потом, как он отвечает на мой вопрос. Сейчас, девочки, я на хайвее здесь. Мы же все здесь едем по 100-120. Что-то там, какой-то дым или авария. Вот. И смотрите, девчулечки, у меня еще хочу сказать, почему здесь отличаются в Америке, потому что здесь ты задаешь прямые вопросы. Например, задаешь такой вопрос, что вообще какая твоя цель отношений. Ты встречаешься дальше, вот что ты хочешь. Просто секс. Меня не устраивает просто секс. Я хочу длительные отношения. И, возможно, они могут закончиться тем, чтобы совместно проживать. Вот. То есть ты не смущаешься это говорить, как бы ты не сестяешься. Здесь очень легко мужчина тебе скажет, я ищу себя партнера по жизни, я хочу, если будет все хорошо развиваться, чтобы мы жили в одном доме, да, ну и редко кто-то говорит, чтобы жениться. Это оно как бы само собой, да, приходит. Вот. И поэтому я говорю, что все, что касается, вот, например, то же самое, ты в жизни не будешь говорить на родине своей, да, в плане того, что что ты там, трак тебе дух тихий или что, да. Здесь просто мужчина немножечко откровеннее, да. Если он хочет просто проводить время, он тебе говорит, just make fun. Ну, просто развлечение. Никаких, никаких, как бы, я никаких отношений не рассматриваю серьезных. Вот. Поэтому, девчуль, здесь просто. И потом ты смотришь, иногда, возможно, если, я тебе вам серьезно говорю, если мужчина говорит про серьезные отношения, это реально серьезные отношения. Если мужчина говорит, знаете, как он говорит, ну, мы начнем, а там как пойдет. Это естественно, да. Ну, какая большая ошибка наших женщин, и это не то, что ошибка, это у нас прошивка такая, мы ничего с этим сделать не можем. Это когда мы, мы с мужчиной пьем кофе или там бокал вина, да, девочки, согласитесь. А вот. А в твоих мыслях, ты уже за него замуж вышла, ты ему родила уже 25 детей, и ты с ним уже внуков нянчишь. А вы просто сидите сейчас, пьете кофе. Или там бокал вина, просто узнаете тут друга. А у нас в голове уже все. Я скажу, что эти мысли, вот эти вот моменты, вот это вот, вот это вот состояние, это нужно, его нужно немножечко контролировать. Нужно им уметь управлять, чтобы вы не заходили в это состояние влюбленности. Я с собой делаю то же самое, девочки. И вы понимаете, и мы вот вчера, когда разговаривали с моим другом, вот вчера провели, где-то два или три часа в бассейне. Вы знаете, ну, во-первых, я заметила такую вещь в себе, хочу быть с вами очень откровенно, что я абсолютно не переживала, и не стеснялась. Боже мой, как же он, вот у меня там фигура, я не такая там спортивненькая, я не... То есть нет вот этого комплекса здесь. Вот этот комплекс у меня был бы, если бы я жила в Украине, и кто-то меня пригласил бы в бассейн. Вы знаете, сколько я по молодости отказывалась в сауны ходить, с бассейнами. Потом куда-то мы на пляж собирались. Потом я отказывалась, я сидела в брюках, просто я не хочу, типа, купаться, ничего. А это было то, что я стеснялась, что у меня бедра широкие, что у меня, типа, бопа большая. Потому что я помню, что у нас было такое время, где брюки должны носить только те, кто худенький. Если задница большая, то, господи, напялила на свою сураку брюки и нашла же еще размер. Ну, вот это у меня в голове, естественно, осталось. И еще у меня обесценила очень неплохо учительница по физкультуре. Она мне сказала, Алла, у тебя такие уши начинают расти, и я тебе дам одно упражнение, которым ты можешь заниматься, типа, будешь заниматься, и у тебя не будут эти галифе. Я его реально делала, она мне со школы вбила это. Девочки, представьте, мне сейчас 55. 56 уже через полтора месяца. И у меня это в голове. Представляете, как может одно слово, так это я, а я это знаю, я это осознаю. А вы представляете, сколько у вас всякой фигни, которая в голове, в установке, кто-то вам сказал, а вы не запомнили. А оно где-то глубоко. Но на фоне того, что вы не запомнили, но оно у вас есть, вы меняете свое поведение, меняете свой образ жизни, и у вас не те партнеры, и вы не идете туда, как начинаете обходить какие-то моменты, которые вы не добиваетесь чего-то. Почему? Да потому, что кто-то вам бил голову, это не ваше. Ты тупая, например, да? Или, ой, я не математик, там, или, ой, я не человек точных наук. И вы очень многие вещи в своей жизни пропускаете, потому что, кто вам сказал, если ты учишься, и ты, просто тебе надо будет больше времени на это, к примеру, да? Ну, давайте бухгалтерия, Просто больше времени надо, но рано или поздно ты все равно будешь это делать на автопилоте. Частое повторение всегда делает тебя настолько уже, такой, знаешь, как моторчик такой, вот, поэтому я вам говорю, никогда себя не обесценивайте, потому что внутри у вас уже по жизни очень многие обесценили, вот, и, а вы благополучно продолжаете обесценивать себя, и из-за этого мужчины другие к вам не те, которые нужны. Он как девочка вчера на стриме. Почему ко мне, меня притягивают мужчины, которые, мужчины, которые, вот, с темным прошлым вот сидели. Я говорю, потому что ты за счет них где-то там высоко. Ну, и беру, я говорю, это те, кто на стриме не был, но я выставлю вам стрим, а вот, и я говорю, я, например, люблю мужчину умнее. Почему? Потому что, потому что я знаю, что я умная. Видите, и мне интересно с таким же умным мужчиной. я умная не потому, что я знаю физику, математику, там, химию, астрологию, там, я могу там умножать 385 тысяч на 65 и сказать сразу, сколько это будет. Абсолютно нет. Я вообще ничего не знаю. Даже историю нормальной своей страны не знаю. Но историю Америки мне надо будет учить в следующем году, потому что, чтобы получить паспорт, да, гражданство Америки. понимаете, насколько страна себя уважает. Чтобы получить паспорт, нужно выучить 100 вопросов, ответов и будет тебе задавать вопросы. Потом ты должна, естественно, они видят, как ты разговариваешь на английском, потом они тебя просят, чтобы написать на английском. Вот, вот, уже там, в кабинетах такое отношение к стране. Уважение требует. Учи историю. Поэтому я говорю, девочки, учите себя, как нас заставляли в школе учить историю стран, международную, там, я не знаю, история зарубежная, да, инашинская. Себя изучайте. И я к тому, что девочка говорит, что, ой, не, мне не нравится, если умнее меня мужчина, я себя чувствую некомфортно и неуверенно. А знаете, почему? Да потому, что она себя обесценила до той, до того уровня, что она комфортно чувствует себя, выше тебя чувствует только с мужиком, у которого очень тяжелое прошлое. Вот и все. Вот на какую планку вы себя опустите, такой мужчина к вам и зайдет. Приоритет поднимайте. Вот повыше поднимите планочку на уровне ума. Поднимите. А у этой девочки она боится на уровне ума поднять планку, потому что там не надо, чтобы мужчина был умный. А на уровне чего ты поднимаешь свою планку? Чуть выше попа она его будет брать перед перед комом своим. Больше ничем. Вот чем дело. У нее где-то на уровне пиписи вот она мужчину выбирает. Там ей окей, потому что там мужчина в ней нуждается. Потрахивайте ее. Ей не надо умный. Ей надо, чтобы он зависел от того, что он ее пичкает. А все остальное ей комфортно. То есть она себя может только предоставить как женщину. А как лично? Как женщину, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле, но не как женщина со смыслом с большой буквы женщина. Ну, вот такая фигня, девочки. И поэтому я вам всегда говорю, ставьте приоритеты повыше на уровне, уровне вот этом, где мужчина должен быть умный, но при этом не умничать. А что вы сможете с ним разговаривать ровно на те темы, которые вам интересны, и вы понимаете, что ему это интересно, и он поддерживает. Мы с моим мужчиной разговариваем очень много духовности. Очень много. Очень много. Мы вчера до часу ночи разговаривали, девочки. Естественно, мы с ним говорим, что давай так, это у нас просто был праздник, и мы так много говорим, потому что постоянно так говорить это очень тяжело, это реально. Он говорит, я целыми днями разговариваю по телефону. Знаете, я сейчас работаю у большинства американцев, компьютер, телефон, они по телефону в огромное количество разговаривают, и хочется просто помолчать, но это не значит, что я там меньше внимания тебя, или у меня отношения немножечко другие к тебе. Нет, нет, вот рядом и хорошо. Но для этого нужно реально поговорить, чтобы узнать друг друга больше, больше, больше и больше. Поэтому, девчонки, ну как-то так, не хочу дальше что-то размазывать, задавайте вопросы, возможно, у кого-то я триггернула, что-то ковырнула, возможно, что-то непонятно. Ну, мне, я очень быстро могу определить, мой мужчина или нет. А там уже смотришь, насколько дальше это срабатывает. В отношениях самое главное, мы даже всегда говорим, если мы еще эту другую не показали наши темные стороны, да, вот, ну, когда реакция какая-то на что-то, да, человек злой может быть, да, и вот он мне говорит, на что, когда он может быть злой, когда вот, там, или сын, или дочка, ох, я могу. Ну, я, говорит, быстренько, я вспихнула, и быстренько я остыл. Ну, вот, поэтому, поэтому такое. Всегда, всегда в отношениях общайтесь, неважно, сколько вы вместе прожили, неважно, как долго ваши отношения, если вы на одной волне, если где-то вы не нашли контакт, немножечко вы повздорили, или как-то вот столкнулись друг с другу с лбами, друг друга столкнули, и не вовремя уловили вот этот момент, где надо остановиться. Попросите прощения. Неважно, кто прав, кто виноват, такой фигни нет, я прав, я виноват. Вы просите прощения не для него, вы просите прощения у людей, для себя, для того, чтобы закрыть цикл. Попросить прощения, девочки, это вы закрыли триггер. А многие говорят, я унижаюсь, вот он же мне то-то, то-то сказал. Ты не просишь прощения за то, что он сказал, ты просишь прощения за то, что ты сказала, то, что ты сделала, то, как ты отреагировала, и мне, девочки, на сессию. Но я же права была, потому что он меня то-то-то сделал. Опять, я повторяю, тебе нужно попросить прощения за свою правду, которую твой мужчина не принял. Вот, но не так ты ему донесла. Ты просишь прощения за то, что то, что ты ему сказала, или то, как ты ему сказала, твои слова или твоя реакция его привели вот в такое состояние. Ты же этого не хотела. Нет, ты просто ему хотела что-то донести, он не понял. И ты можешь просто просить прощения за то, что ты сказала так, в таком виде, что он понял неправильно. Но это не для него. Можно это не уточнять. Просто за себя. Это вам легко станет настолько, это намного легче, девочки, чем продолжать обвинять. Это вы, когда просите прощения, вы перестаете человека обвинять, себя чувствовать виновата и его винить и обесценивать. Вы всегда будете выше. Без прощения ваша планка будет падать, вы будете злиться, вы будете дуться, и у вас будет внутри оставаться недомогленности какие-то, которые нужно выговаривать, а когда вы простили, вот у вас раз настроение пошло вниз, да, и ситуацию нужно разрешать, нужно начать как-то общаться, через прощение начинайте общаться. Там, Федя, Петя, извини меня за то, что всегда вчера случилась такая ситуация. Не надо. Но если бы ты мне так не сказал, я бы так не ответила или не отреагировала. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ты просишь прощения за ситуацию, в которой ты участвовала. А он, когда попросить, не надо от него ничего ждать. Ждите только от себя. Это только я вам привожу пример по поводу пары. жизнь делайте так. С родственниками, с детьми, с родителями, с людьми, которые вас окружают, с друзьями. Понимаете? Даже самый подлый человек, там подружка какая-то, завистливая, злая, какую-то херню вам сделала. А вот. И, естественно, вам хочется ее наказать, вам хочется ей дать как бы пощечину. А вот. Это все очень должно быть к месту. Человеку иногда нужно дать понять, что то, как ты делаешь, за это можно получить обратку. Поняли? То есть не лепите все, что я вам говорю, там, все прощения, там, не-не-не-не-не. Иногда есть вещи, где нужно людям показать, что, дорогая, со мной так нельзя. С кем угодно, но не со мной. Вы закрыли цикл тем, что, например, ей сказали конкретно что-то или ему. Вот таким образом вы попросили прощения. Но поблагодарите Вселенную за опыт и за то, что он придал вам этого человека. Поняли? То есть нужно понимать, кого благодарить, у кого просить прощения, никогда просить прощения, но никогда не обвиняйте никого и не себя. Чем дольше и больше вы будете в паре обвинять мужчину, тем больше неуважения к нему у вас будет. А это переходит к тому, что вы будете обвинять потом себя. Вы даже не заметите это. Обвиняя кого-то, со временем вы переходите на себя. Начинайте это из-за меня, это я не такая, это вот я, вот если бы я сделала, было бы по-другому. Это я вам серьезно говорю, это опыт моих девочек и мой личный, с которыми я работаю. Столько опыта, девочки, у вас шикарного. Научитесь его видеть, благодарить, и вам так это может шикарно изменить жизнь. Вы даже не представляете, насколько шикарна ваша жизнь, если вы поблагодарите за все, за все ситуации, эмоции, случаи, с которыми вы ко мне приходите. если вы начнете это видеть с благодарностью, если вы начнете видеть, что это вам помогает, ваша жизнь изменится прямо с вечным солнышком и с прекрасным звездным небом. Поняли, если это вечер? Вот так, а не темнота и туней. Все в ваших руках и мозгах. 20 минут наговорила я вам, мои дорогулечки.